Всем тихой ночи! А как насчет идеи собрать русскоязычное сообщество в реддите? В том сайте, который называет себя главной страницей интернета? У вас давно была идея классного объекта или есть мем по SCP, который вы хотите показать? Ссылка в описании. Когда-то на этом канале было такое явление, как голосование за разные темы в мире SCP. Но в какой-то момент темы, по которым возможно было сделать развернутое видео закончились, и на тот момент была выбрана организация Sapphire. Сделать тогда видео по этой организации было бы непросто, потому что я не знаю французского, а переводов на английский их объектов было мало. Сейчас ситуация получше. Так что Sapphire это организация французского SCP, которая представляет собой группу атеистов, ставящих себе в качестве задачи борьбу со всевозможными культами и верованиями, и работы в мире SCP у них очень много. При этом, живя в мире, где существуют аномалии, не пользоваться ими было бы странно. Так что пользуются ими Sapphire настолько активно, насколько это возможно, называя их при этом сингулярностями. Одним из первых аномальных объектов, которые они создали, была машина, напоминающая будку для фотографий. Только вместо фото устройство печатало астрологические прогнозы. Однако, если вчитаться в написанное, вместо типичных общих фраз, там было довольно подробное описание прошлого человека и предсказание конкретных событий в его будущем. Фонд SCP обнаружил, что машина получает информацию о человеке аномальным образом, а будущее она на самом деле не предсказывает, а просто влияет на психику человека, заставляя жертву следовать предсказаниям и буквально добиваться их исполнения. Эти эффекты были достаточными, чтобы поставить объект на содержание, как SCP-227-FR. Кроме подшучивания над любителями астрологии, организация устраивает и достаточно крупные вещи. Как-то раз фонд SCP поставил на содержание целый корабль, пассажиры которого превратились в светящиеся фигуры, а в месте его нахождения постоянно били молнии. По ходу исследования объекта удалось найти документы организации под названием Сапфир. Из них стало понятно, что Сапфир выкупил старый корабль, отремонтировал его и отправил в круиз. Однако сделала эта организация не для заработка денег. Истинной целью этого было не развлечение путешественников, а создание плавучей базы для амстердамской ложи Сапфира. Самое главное, что было в этом корабле, это защита от аномальных воздействий. При помощи древнего артефакта, известного как Шлем Тьмы. Но что-то пошло не так. По какой-то причине корабль стал призрачным и теперь охраняется фондом под номером SCP-236-FR. Изучая объект, фонд собрал немало документов странной организации и узнал, что она состоит из множества отдельных лож. Каждая из которых действует полностью самостоятельно. Единая организация их делает то, что каждый год лидеры лож собираются на саммит в месте, известном как Стоа. Причем найти это место фонд так и не смог. Предполагается, что она находится за пределами обычного мира. Саммит определяет будущие задачи для лож, а также боевых групп, известных как Рубины, шпионской сети Изумруд и для команд под названием Циркон, которые исследуют новые аномальные объекты, первым не пребывая на место их обнаружения. Деятельность Сапфир развернул достаточно заметную. Во французском филиале фонда два десятка объектов, так или иначе относятся к этой организации. Несколько объектов, относящихся к организации, есть и в основном пространстве. Например, SCP-3380. Это когнитивный вирус, поражающий в основном людей с техническими специальностями, заставляющий их отрицать все за пределами своих познаний. Эффекты вируса не ограничиваются только этим. Через какое-то время пораженный начинает вырезать на своем теле любым доступным острым предметом большую ветвящуюся диаграмму и не успокаивается, пока не закончит. А после чего начинает говорить, что теперь на его теле изображена окончательная истина. Такие вот странные штуки запускают Сапфир. Еще одна штука, запущенная этой организацией, это SCP-3859. Объект этот — это паразитические черви, зараженные искусственным вирусом, точнее говоря, нанороботами. Нанороботы перестраивают червя таким образом, что он начинает питаться не тканями жертвы, а различными механизмами и поражать не обычных людей, а последователей Церкви Разбитого Бога, тела которых, как известно, состоят из механизмов нередко более чем наполовину. Фонд SCP обнаружил этот объект, когда во Франции по неизвестной причине существенно снизилась активность Церкви Разбитого Бога. Агенты, посетив основные места сбора культистов, увидели, что они были мертвы, и из их тел было извлечено множество образцов SCP-3859. Вскоре был обнаружен мертвым некий Лакруа. В его теле было найдено множество механических червей, как поначалу считалось. Все они были перепрограммированы на убийство конкретно этого человека. У него дома было найдено множество документов, говорящих о том, что он состоял в Сапфире и был одним из основных создателей объекта. Так что поначалу было похоже, что механито нашли способ отомстить. В будущем еще шесть агентов Сапфира пострадали от этих червей. После чего проект по созданию таких животных был свернут. Но появился вопрос, если черви запрограммировано нападать только на культистов. Почему они напали на агентов этой организации? Неужто они тоже культисты? Кстати, черви были созданы после того, как сапфировцы поняли, что их основное оружие против культистов почему-то не работает против механитов. Кстати, об этом оружии. Как-то раз в Париже появились странные люди, раздававшие листовки. Это событие привлекло внимание полиции, так как люди, взявшие их в руки, вскоре пропадали и появлялись в других местах вновь. Такие рапорты фонд SCP, само собой, не мог оставить без внимания, и прибывшие на место агенты фонда забрали листовки и тех, кто их раздавал. Так, на содержании появился объект SCP-137-FR, имеющий аномальную силу брошюра, которая ненадолго переносит взявшего ее в руки в мир, где его верования им следуют с безукоризненной точностью. Оказалось, что сильнее всего эта брошюра действует на представителей аномальных культов. Почти все из них, кто подвергся действию, отказались от своих идей. Однако нашлось и исключение. Культистов ЦРБ почему-то объект не впечатляет. Похоже, они в мире SCP одни из немногих, кто полностью доволен своим учением. Поняв это, упомянутый мистик Лакруа решился на создание своих червей. И еще один объект Сапфира в основном пространстве. Это SCP-4519. В нем, по всей видимости, осознав свою культистскую природу, эта организация все же начала общаться с другими обществами аномального мира, например, с лабораторией Прометея, известной тем, что она создает аномальные разработки для всех желающих. Вот только люди из организации имени драгоценного камня не стали заказывать разработку, а просто проникли в одну из лабораторий и выкрали прототип устройства, способного аномальным образом поддерживать жизнь в отделенной от тела нервной системе. Затем они изобрались в медицинский центр, где лежало тело американского астронома Карла Сагана, и подключили аппарат к отделенной от тела голове. Вся эта хитрая конструкция оказалась способна излучать некое поле, попав в которое сторонник любого аномального культа начинает сомневаться в своих верованиях. Эта штука работала настолько эффективно, что группа устроила несколько масштабных атак на разные аномальные культы. По какой-то причине их основной целью стал мелкий культ под названием Дети Факела. На этом канале он напоминается в видео про китайскую династию Ся. Сапфир привезли это свое супероружие в Китай и практически полностью уничтожили остатки этого культа. Это событие, конечно, не осталось без внимания фонда SCP. Для поиска объекта была отправлена МОК Альфа-10, однако найти такое место, из которого используется установка, не получилось. Этот объект все еще не на содержании. Предполагается, что он хранится в каком-то хорошо спрятанном месте в Китае. Такая вот организация из французского филиала SCP, добравшаяся до общего пространства объектов, при этом имеющая еще довольно большой лор на французском языке, не переведенный на английский. Так что кто знает, какие еще секреты скрывает эта организация? Ну, те, кто умеет читать на французском, может и знают. Насчет голосования, не знаю, буду ли продолжать эту рубрику или нет, но если вы будете голосовать за какие-то еще темы, хуже не будет. Всем пока!